Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Это третий перезалив моей версии. Третий как раз-таки Бог любит Троицу. Версии гибели Юрия Васильевича Шатунова. Все мои мысли, слова являются моим субъективным мнением. Я никому ничего не навязываю. У меня нет задачи кого-либо оскорбить. Но я тоже очень настырная. И если мне мешают говорить правду, то я все равно буду ее говорить. Я русская женщина. Из-за того, что некая дама постоянно жалуется на Ютуб, там то на одну, то на другую, и Ютуб вежливо предлагает мне убирать то один элемент, то другой элемент, потому что там роботы, они не знают. И на это уходит какое-то количество времени, то я делаю перезаливку, не называя эту даму, потому что она именно на это жаловалась, что я ее называю. В том числе я не называю ее имени. И делаю перезаливку своей версии. Третья версия. Тех странностей, которые были совпадения. Возможно, они ложные. Это версия. Версия – это не выводы, это не утверждения. Это всего лишь версия. Поскольку вследствие не ведется, по крайней мере, никаких официальных данных нет, никаких опровержений других версий нет, ничего не ведется, народ хочет знать правду во всей этой странной гибели кумира миллионов, этого светлого человека, Юрия Васильевича Шатунова. Поэтому народ разрабатывает свои версии. Итак, здесь третий перезалив. Я убираю спорные моменты, на которые Ютуб как бы мне попросил их убрать вежливо причем. А остальное все оставляю как есть. Со всеми датами, которые были. Потому что надо идти дальше. Есть другие версии, их тоже надо озвучивать. Но вот из-за этой навязчивой дамы мне приходится тратить время на то, чтобы делать эти перезаливы. Так Бог ей судья. Это человек, который много лет находился рядом с Шатуновым. Можно только диву даваться. Вот кто вокруг него вился. Вот эти назойливые пиявки, эти псевдофанаты, на самом деле они могли выполнять совершенно другую роль. Допустим, надзора над ним, чтобы не допустить нормальных людей, друзей, любящих его людей к этому человеку, чтобы их близко рядом не было. Я не знаю, кто их направляет. Вот они как раз имеют все признаки секты, в чем она меня обвиняет. Я не знаю, кто их направляет. Не могу называть, я могу только предполагать. Может быть, это тот самый продюсер, может быть, это директор, скорее всего, продюсер. На него это похоже больше всего. Но что есть, то есть. Поэтому перезалив третьей версии. Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует Галина Конышева. 27 июля 2022 года. И это перемонтировка видео третьей части по нашему вместе с вами расследованию версии гибели Юрия Васильевича Шатунова. Но, естественно, набежала армия троллей. И по поводу вот облучения на концерте как вероятной, как возможности, как версии, естественно, я никогда ничего не утверждаю. Но, судя по тому, какое количество троллей бросили на это видео, на мой канал, говорит о том, что, возможно, я не ошиблась. Возможно, так оно и было. Потому что все эти товарищи, они особо тролльские комментарии, они особо не различаются. Потому что я знаю, что занимаются эти молодые люди. На заказ книжек они не читают. Вот им сказали, примерно вот так писать, в оскорбительной форме, естественно, чтобы эмоционально зацепить автора видеоролика, для того, чтобы он прекратил свою работу. Но они только тем самым показывают, что на варе и шапка горит. Все эти тролли. По поводу возрастных каких-то моментов. Мне это бесполезно. Во-первых, я никогда не обижаюсь на тех, кто говорит гадости, потому что я выше этого. Во-вторых, я прожила довольно большую жизнь и много чего видела и слышала. Поэтому меня этим никак не зацепишь. У меня нет возрастных комплексов. Да, я уже пожилой человек, но комплексов возрастных у меня нет. А те, кто говорят гадости пожилым людям, скорее всего, не доживут до этого возраста, потому что тем самым они себя программируют на то, чтобы не дожить до этого возраста. Надо просто понимать, как это все работает, потому что не рой другому яму, сам в нее упадешь. Какой мерой меряешь, такой и тебе отмерено будет. А я благословляю всех проклинающих меня и ваши речи вам на плечи. Итак, мы продолжаем. Короче говоря, возвращаясь к теме того, что третья серия мне пришлось убрать с доступа общего, хотя у меня есть доказательств того, что это именно ее видео. И Ютуб мне ни слова вообще по этому поводу не сказал. Но тем не менее, зная этих вот всяких подлых... Выставляла там очень много записей. Она его там снимала, выставляла записи с Юры Шатунова, а тут вдруг она все убрала. Казалось бы, с чего вдруг-то она все убрала, если она такая фанатка? Тем не менее, она мне именно написала, чтобы я убрала это видео, что она мне выставит страйк. С них встанется. Если на нее тоже надавили, чтобы она все убрала. Теперь вопрос, почему она скрыла все видео с Юрой Шатуновой? Есть ли такая фанатка? Если ты так его любила, ты ходила, ты все снимала. Скорее всего, она была с ними знакома, и с Кудряшовым, наверное, была знакома, еще там с кем-то, может быть, с Юрой тоже была знакома. Почему убрала все видео со своего канала? Потому что пригрозили, я думаю, пригрозили. А почему? Почему надо было убирать эти видео? Чего испугались-то? А могли испугаться того, что глазастые зрители еще может быть кто-то заметят? Может быть, они каких-то людей заметят, которых не надо замечать? Может быть, еще что-то? Люди-то разные. И много чего могут заметить. Скорее всего, поэтому убирают улики, потому что если кому нечего бояться, у него совесть чиста, что называется, он даже ему в голову не придет об этом говорить. Тем не менее, факт остается фантастом. Вот комментарий один. Галина, я подписалась на эту якобы поклонницу Юры, чтобы посмотреть концерты в Ютубе, но теперь имя канала изменено на перевод. Меня здесь... Сплошная символика, сплошной сатанизмы даже здесь. Ну, казалось бы, вот даже вот в таком простом случае, когда поклонница убирает название своего канала и дает такое странное название, убирает все видео своего кумира и дает такое странное название своему каналу. Согласитесь, что это... что это все не просто так происходит. Все остается прежним. Там видно, что... видна дата моих съемок. Поэтому я просто дублирую здесь эту третью часть. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Кунышева. Продолжаю свое видео расследование гибели Юрия Васильевича Шатунова. Хочу сразу сказать, что на канал пришло очень много троллей. Но они не только у меня на канале, они на канале других блогеров, которые поднимают эту тему. Все, кто пытается разобраться в этом и пишут примерно одно и то же, «Хватит, прекратите тревожить его душу, как вы надоели». Есть и угрозы, есть и оскорбления. Ну, как обычно, это делают роли. То есть кому-то очень хочется, кто-то их заряжает. Кому-то очень хочется, чтобы народ действительно забыл и прекратил об этом говорить. И поскорее бы все ушло в туман. То есть нет человека, нет проблем. Но это хотят те, которые причастны к его гибели. Я говорю, что это мое субъективное мнение. Я не верю в официальную версию, которую сказали. СМИ, через СМИ там непонятно кто. Потому что не было официальной версии следствия. Никто это не объявил. Поэтому мы выдвигаем свои версии. Имеем на это право. Потому что Юрий Васильевич это народный любимец и никому не повадный. Никто не может отнимать жизнь у человека, кем бы он там не являлся, чтобы он о себе не думал. И если это большая мафиозная структура, то же самое. Они точно так же не имеют права лишать человека жизни. А люди, если они забудут про Юрия и забудут про эту ситуацию, они просто, получается, предадут его память. Но я знаю, что этого не случится. И поклонники не успокоятся. И не только поклонники, а те люди, которые просто уважают этого человека. Вот как я, например. Я для себя его открыла в большей степени после его смерти, как ни странно. посмотрела все, удивилась, какой был человек рядом, какой рост он над собой сделал в жизни. Он просто герой. Но об этом я потом поговорю. А сейчас у нас действительно версия. Итак, я собирала материалы за это время, за 12 дней, даже больше, чуть больше. И хотела поведать вам совершенно другую историю. Ну вот буквально там дня два назад инфополе подкинуло мне информацию. И я решила сказать сначала о ней. Начинать я хочу с одного комментария. Почему я его зачитаю? Хотя он где-то 2-3 дня назад женщина написала. Но я во многом согласна с этим автором. Потому что она очень четко некоторые вещи прочувствовала, что называется, и сказала. Поэтому я озвучу. Потому что многие мои мысли совпадают с этим комментарием. Создаются ощущения, что его гнали по коридорам. Да. В одном из шоу у Малахова Юру вывели на разговор о похоронах. Кстати, Малахов. Вот сейчас ситуация, когда многие звездуны, так сказать, уезжают из страны. И Малахов тоже выехал. То есть Малахов относится к либеральному крылу и крылу, который не поддерживает народ. Который всю жизнь выступает против народа. И он не просто так выехал. Они бы никуда не выехали. Их заставляют выезжать. Их хозяева, которые им обеспечили эту сытую жизнь. Много-много лет. И не только лет, а десятилетий. Если Шатунов, он работал как вол, он сам себя сделал, то многие получили свои места, да, будучи талантливыми, пускай, но сидели они здесь годами, десятилетиями на этих сладких местах только потому, что они угодно были хозяевам. То есть они входят в систему. Систему, которая управляет не только нашей страной, нашим государством, но и всем миром. Поэтому им сказали выехать. Вот они и выехали. Итак, я продолжаю. Сначала речь шла о директоре интерната 24 Венедиктова, кажется, ее фамилия, да, ее там Галина Николаевна. Она отобрала у Шатунова паспорт, сразу после вручения два года держала Юрку практически в рабстве. Я тоже помню эту передачу, я помню, как он об этом сказал. Ну, не самую передачу, ролики смотрела. Он работал на нее. Формально она говорила, что Ласковый Май, перечисляя деньги интернату добровольно, мол, они вкладывают в свой дом, даже журналистам, показывала вполне обыкновенную детдомовскую столовую, спальню, якобы комнату психологической разгрузки, какой-то забитый хламом, маленький бассейн, который почему-то она назвала сауной, якобы построенной на добровольное пожертвование майцев. Ну, короче говоря, авторы этого комментария считают, что эта женщина присваивала деньги Шатунова. Но это все лирика. По факту выяснилось, что на момент съемок эта тетя уже покойником была. Юру прямо спросили, был ли он на похоронах. Ну да, это провокация. И он жестко ответил, что, конечно, нет. Потом зачем-то спросили, придет ли он на похороны Крайзе. На что Шатунов ответил, что только для того, чтобы убедиться. Это журналистские провокации. Да, вывести, чтобы погорячее было. Но и не только. Значит, к чему был вообще этот вопрос про Разину? Он что, при смерти? Да и смерть Венедиктовой как-то без повода приплели. В последнем интервью после суда с Разиным Шатунов очень плохо выглядел. Был уставший, с опухшими глазами. Там он произнес фразу «Я это называю судороги предсмертные». Это по контексту относилось к Разину. Но ведь, возможно, эту фразу в его уста вложил тот, кто занимается продвижением артиста. Вот с этим я тоже соглашусь. Во-первых, по коридору гнали определенного спектакля. И вот с тем, что фразу могли вложить, и он ее сказал, как будто бы действительно не от сердца она у нее ушла, как будто ему просто порекомендовали на камеру это сказать. Судороги предсмертные. Он бы сказал «Предсмертные судороги», но он сказал «судороги». Он не сразу вспомнил всю эту фразу под сознание. Судороги предсмертные. Ну и, конечно, клип, который вышел 13 января, тоже молодец, все это подметила правильно. Этого года «Инферно». Кто понимает, это же жуткая, что ни кадр, то сатанинская символика. Опять никакой подавленный шатунов. Там то ли бэк-вокал, то ли это музыка такая, какой-то потусторонний, лающий, мерцающий фон идет. Народ слепо любил Юрочку. Этим клипом тоже восхищался, хотя там в колокола надо было бить. При такой армии поклонников даже из лап этих нелюдей Юру вполне можно было вырвать. Один он был беспомощен. А еще вспоминается концерт Шатунова в составе «Ласкового мая» в Киеве, где он тоже был выложен в сеть. Там Юра очень грустный работает. Видно, что он подавлен, еле сдерживает слезы. Его больше снимали с левого ракурса, а правый глаз, похоже, был подбит. И вот там прямо во время песни несколько раз вылезает кадр с омерзительной рожей, которая показывает пальцами жест «Триумф дьявола». Там титры, что-то типа «Этот концерт организован комитетом по делам молодежи» или что-то вроде этого. В общем, тяжелую жизнь прожил Юра. И эти гады, похоже, всю жизнь вели его и ликвидировали, когда решили, что пора. Да, похоже, вот просто в комментарии человек, в общем-то, сказал, я соглашаюсь, похоже, именно так и было. Но тем не менее, у нас есть подробности, какие-то детали, и таких мистических, может быть, событий отчасти, которые подстраивают. Они знатокие. И иезуитские дела, они знают, как это делать. Они знают, как перекидывать карму. Они знают, как собирать гавах. Это не шутки, это не сказки. Они действительно, по всей видимости, владеют этими технологиями. Поэтому с некоторых из них, как с гуся вода. Да, они... Кто-то погибает от неправильного поведения, что называется. А кто-то и людей убивает, и ничего ему не делается. Потому что они умеют это перекидывать. Но надо уж изучать их технологии. Нельзя позволять, сколько же они будут вот так вот вести себя. Сколько они будут еще уничтожать светлых людей. А теперь то, что я хочу вам показать. Вот 18 июля мне вышел в Ютубе такой ролик. Там на канале было немного подписчиков, любительская съемка. Я потом лучше покажу. Я его себе на страницу закачала, репост делала. И еще вот видео уже всего концерта 20 июня 22 года в Подольске. Это последний концерт. И сейчас, когда я хотела вам показать это все, я кликаю на вот этот ролик и его нет. То есть автор ограничил доступ к нему. Не знаю, с чем это связано. И на Ютубе я его не нашла. То есть на Ютубе его зачистили, этот полностью концерт. Но я его нашла в другом месте. Именно вот в этой съемке. Просто здесь хорошее качество. Еще раз говорю, на Ютубе именно последнего концерта я не смогла найти. А это очень важно. Сейчас скажу, почему. Вот если я кликаю на это видео большое, то оно недоступно с ограниченным доступом. Вот теперь смотрите, что мне подкинуло инфополе. Вот этот ролик на канале Подольск 20 июня. Автор Жоу Март Эсен Гилдеев. 2008-6 тысяч подписчиков. Очень хороший комментарий. 8 дней назад. Мне этот ролик попался 18-го, то есть 3 дня назад. Ну и я смотрела уже так, потому что все одно и то же как бы перемалывание одного и того же, одного и того же, одной и той же информации. Для расследования собственно говоря ничего не было, кроме вот этого ролика. Потому что он оказался уникальным. В чем же его уникальность? Всего 9 минут и это завершение концерта. Человек заснял самые важные улики. Смотрите, что здесь происходит. Юра поет последняя песня у него завершающая. Это «Седая ночь». Вот он ее поет. Человек снимает, снимает. Нормально он себя чувствует. Все хорошо. Все хорошо. На последнем припеве он говорит «И последний раз». И дальше поет он припев. И вот смотрите, человек поворачивает свой телефон. На что он там снимает? Телефон, наверное. Вот все снимают, полный зал. Идет подсветка. И вот в этот момент, вот 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 в этот момент, когда он разворачивает свою камеру на сцену, у него идет засветка телефона. Вот идет такая засветка. И мне показалось это странным, потому что больше нигде я такого не видела. Ну, смотрим дальше. виден силуэт Юры. Вот он весь как будто в свете в таком засвеченном. Все засвечивается. Как будто такая вспышка. Сколько она идет? Она идет, ну вот сейчас скажу, она идет примерно 4.41 и 5.02. 9 секунд. Это все длится дело. И дальше опять все нормально. Да, вот с этого момента. 4.42 идет засветка. Так, что еще? Вот здесь он отходит. Сейчас, сейчас поймаю этот кадр. надо его поймать. Вот. Не совсем здесь он хватается за голову. Вот. Видно хорошо, что в этот момент он хватается за голову. Он держит голову. Это уже концовка песни. Он уже больше ничего не поет. Это концовка. Он хватается за голову несколько секунд. Он держит вот в таком состоянии. потом это засветка идет. Ничего не видно. И потом он берет себя в руки. Выглядит он уже тяжело. Ему уже он допивает ее. Вот. Ему уже плохо. Вот. Он отдыхает. В музыке идет просто музыка. Он уже ничего не поет. Он уже микрофон положил в карман. заканчивает концерт. И потом поет на пассажок. Немножко пришел в себя. Но он выглядит хуже. Буквально. Видите, все, уже нет никаких засветок. Идет нормальная запись. Люди снимают его на телефон. Все хорошо. И естественно, чтобы проверить, что же это такое было, что же это такое было, мне нужно было найти видео с другого ракурса. И вот я нашла, как я вам говорю, это видео, на которое потом, вот буквально через два дня, автор ограничил доступ. Но я его нашла на другом ресурсе. И что же мы увидели? Вот я его нашла целиком. То самое видео, но на другом ресурсе у другого автора. Нам нужно найти то самое место, где была засветка. Это, повторюсь, песня «Оседая ночь». Так, это уже все. Поехали. Сейчас. Это уже на последнем, на последнем, что называется, издыхании работает. Такое ощущение, что что-то произошло. Сейчас попробую поймать. Так, нашла я этот момент. В этот момент он сказал и последний раз. Это почти концовка. Так, дальше он допивает этот куплет. А сейчас я хочу обратить внимание и на поведение клавишника. Вот он поет. Все хорошо, все нормально, подыгрывает, где у него руки находятся. Опа! Мне одному совсем, совсем ни к чему. Мне одному совсем в этот момент клавишник поднимают правую руку. Так. И вот в этот... Сейчас происходит та самая засветка. Вот он берется за голову. Это здесь... Ему просто тяжело. Так, все. Какие-то здесь игрушки. Вот мишка, лягушка, лягушонок. Потом вот этот человек Игорь Маркс, аранжировщиковый. Он потом показывал все эти подарки. И в том числе он показывал футболку с надписью СССР. Так, Юрия тяжело, он еле доработал. Хотя весь концерт я смотрел, он был вполне в порядке. Ему только под конец как-то стал... Там, во-первых, душно было. Да, и устает, и тяжело и живьем работает. Все понятно. Но вот эта вот засветка с этого ракурса ничего вроде такого не заметно. Тяжело отдыхивается. Тяжело ему. Это уже все закончилось. Клавишник уже убирает свои инструменты, уходит. И Юра сейчас поет белая роза Акапельна. Я постараюсь еще раз поймать этот миг, когда происходила засветка. Клавишник поднимает руку. В этот момент на том видео на другом начинается засветка. Скорость уменьшила в половину ровно. Отсюда как бы непонятно, потому что софиты, мелькание, калейдоскоп. Здесь нет той явной засветки, которая была видна только на том видео. Но здесь он уже хватается за голову. Это все длится где-то 9 секунд. Я имею ввиду засветку. Видно, что тело у него обмякшее такое. Он усилием воли держится. Еще одна версия его состояния у меня я выдвигаю в том, что не могли ли его облучать периодически небольшими дозами. Я не знаю как, но инструменты такие имеются. Ему на концерте в Люберцах стало плохо. Вызывали врача, делали уколы. Он сам сказал, что он может не доиграть. Концерт все-таки он его доиграл. Каких врачей вызывали, какие уколы мы делали, что с ним было. Никакой информации нет. Ничего абсолютно нет. Как сказал Жириновский, знаем мы ваши инфаркты. Намазали ручку двери машины. Человек взялся и через 15 минут у него инфаркт. Что произошло с Юрием Шатуновым, будем продолжать разбираться дальше. Каждая версия имеет место быть. Следователи в советские времена не отбрасывали никакие версии, даже самые нелепые, потому что порой самая нелепая версия оказывалась самой верной. Так, теперь еще один нюанс с футболкой, с надписью СССР. Конечно же, очень многие обратили на это внимание. И это было странно. Что это означает? Почему на нем эта футболка? он считал себя СССР и чтил это или как? Что это такое? И для меня это был некий вопрос оставался. И вдруг вот буквально сегодня появилось видео того же самого аранжировщика Игоря Маркса, где он разбирает подарки с последнего концерта Юрия Шатунова, то есть того самого 20 числа, 20 июня в Подольске. Он разбирает подарки мы знаем Юра погиб в ночь с 22 на 23 июня. Концерт был 20-го, то есть два дня до гибели. И давайте посмотрим фрагменты этого видео, где Игорь разбирает подарки. Разбирает он, кстати, как будто это ему подарили подарки. Юры там нет вообще близко даже. То ли он ему разрешил эти подарки присвоить. Он так себя ведет, как будто это ему подарили эти подарки. Вот это видео написано у него. Это мы бы никогда не узнали. Все в шоке. Друг Игорь показал, что подарили Юре Шатунова перед 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 чем. Итак, что здесь примечательно картинку делает автор. Видео может быть на любом канале, но картинку заставку делает автор видео. Ну, скорее всего, это Игорь сам Маркс. Значит, какая картинка? Все в шоке. Забрал с собой могилу. Что он забрал с собой? Вот, показывает стрелочкой. Вот это та самая куртка СССР. И в этом фильме Игорь говорит, что эту вещь Юре подарили артисты звезды шоу-бизнеса. Запомнили, как это выглядит? Чит забрал с собой могилу. Это что, символика? Что он с собой могилу СССР забрал? Это такой символизм звезды шоу-бизнеса сделали? Или как? Или ему порекомендовали так сказать, что это звезды шоу-бизнеса сделали? Какие звезды? Никто не пришел из звезд шоу-бизнеса, кроме Баскова, на его похороны. Так какие звезды шоу-бизнеса ему это подарили? И он это забрал с собой могилу? СССР неплохой символизм. Кстати, вот он уже заключительную речь говорит, прощается со зрителями. Он уже пришел в себя. Ему уже полегче. после той непонятной засветки. И дальше Игорь показывает подарки. Сейчас я прокручу, найду, показывает подарки. Вот так она выглядит. Это 20-го числа получается. Человека не показывает. Он говорит, что подарили звезды шоу-бизнеса. А как выглядит фотография на могиле? Кстати, еще такой нюанс. Никто не видел, как Юра одевал эту футболку. Это совершенно какой-то другой человек. Он его, Игорь, его не показывает. Он его снимает, но не показывает лицо. Юра самого нету. Он не рассматривает подарки. Он не рассматривает подарки. Все подарки. Мишка тут, лягушонок тут. Все это показывает Игорь. Все эти подарки. Сам раскрывает, сам смотрит, сам это все показывает. Ему подарили, Игорю. Ему это приятно. Итак, а как же выглядит фотография с надписью СССР на могиле Юрия? Выглядит она несколько иначе. На ней появился вот этот лейбак. Этот логотип он на сайте Юрия. Но он вообще такой странный этот логотип. Он очень странный. Я не знаю Юрий сам понимал это или нет. Это стилизация рабочего и колхозника. Статуя Веры Игнативной Мухины. Только очень странный тоже этот логотип. На официальном сайте он присутствует. Вот он есть. Вот так они стоят. Не друг на друга смотрят. Они смотрят вперед вместе. Женщина держит серп, а мужчина молот. Серп и молот. А на этом логотипе такая стилизация. Троллинг этой женщины с серпом. Пальцы в виде рожек Бафомета. Вместо мужчины мальчик. И он держит не молот совсем, а держит он ключ. Ключ. Так что же это за значок такой, который прицепили на футболку фотографии, посмертной фотографии Юрия Шатунова. И у меня сложилось такое впечатление, что фотография была заготовлена заранее. Это фотошоп. То, что это фотошоп, это говорит о том, что они поместили лейп на эту футболку. Оставалось два дня. Сделать еще фотографии надо было сделать плакаты. Это ключ. И два пальца в виде рожек. И здесь два пальчика. То есть так не держат серп. Вот так вот. Отрубленная рука у мальчика. Клешня какая-то у девочки. Вот такая модная стилизация. Такой логотипчик у них на сайте. Может быть вы еще что-то разглядите. Вот в крупном плане может быть это какая-то рожица получится. Это как бы глазки. То есть это не СССР они показали. Это такая издевка в этом лейбе. Так я считаю что Юрий эту куртку спортивную не одевал. Это фотошоп. Лицо заменили. Поставили вот этот лейбочок свой. Значит стилизацию что унес СССР в могилу. Но мы разгадали этот трюк. Поэтому ничего не выйдет. он это не мерил. Не одевал на себя. Это примерил кто-то другой. И сделали фотографию. И заменили голову. Я считаю что это фотография фотошоп. И что это моя версия субъективная безусловная. Это было заготовлено заранее. И получается что клавишник он какую-то свою роль сыграл. Понимал он это не понимал. Но он участвовал в этом спектакле трагическом. исполнял свою роль. Вот такие знаки. Но это еще не все. Это еще не все. И впереди много интересного. Сейчас я благодарю вас за внимание. Благодарю за ваши комментарии. А также за вашу помощь. потому что наблюдательность некоторых зрителей она очень помогает в расследовании исследования. Это вообще наше коллективное расследование. Потому что Юрий Васильевич это не просто любимый певец. Это нечто большее. Это явление. Еще раз говорю более подробно в следующих фильмах. Пока до свидания. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на все мои каналы. Ссылки в описании. Благодарю всех, кто поддерживает канал. До свидания.